Когда Адам и Ева были в Едемском саду, у них в изобилии было все, что им было нужно для ежедневного пропитания. У них не было ни сложностей, ни испытаний, ни боли. Поскольку они никогда не проходили через трудные времена, они не знали, что могут быть счастливы. Они никогда не испытывали тревоги, поэтому не знали, что такое покой. В конечном итоге Адам и Ева нарушили заповедь не вкушать плода, дерева, познания, добра и зла. Сделав это, они больше не пребывали в состоянии невинности. Они начали понимать, что такое противоположность. Они начали болеть, что ослабляло их здоровье. Они начали испытывать как печаль, так и радость. Благодаря тому, что Адам и Ева вкусили запретный плод, в мир пришло знание о добре и зле. Благодаря сделанному ими выбору, каждый из нас смог прийти на эту землю, чтобы пройти проверку и испытание. Мы благословлены свободой воли, то есть возможностью принимать решения и отвечать за них. Вследствие падения мы можем испытывать как счастье, так и печаль. Мы можем понимать, что такое покой, потому что знаем, что такое смятение. Наш Небесный Отец знал, что это произойдет. Это было частью Его совершенного плана счастья. Он уготовил путь через жизнь Своего полностью послушного Сына Иисуса Христа, нашего Спасителя, чтобы благодаря Его искуплению мы смогли преодолеть любые трудности, с которыми столкнемся в земной жизни. Мы живем в нелегкое время. Не буду перечислять все источники зла в этом мире. Нет необходимости описывать все возможные трудности и страдания, которые мы переживаем в земной жизни. Каждый из нас прекрасно знает свои трудности, связанные с искушениями, болью и печалью. В предземном мире нас обучали тому, что цель нашего прихода на землю состоит в том, чтобы быть испытанными, проверенными и обучаемыми. Мы знали, что столкнемся со злым влиянием лукавого. Иногда мы склонны замечать в своей жизни больше негативного, чем положительного. Пророк Леги учил, ибо необходимо, чтобы противоположность была во всем. Несмотря на все наши непростые испытания в жизни, мы должны находить время, чтобы активно проявлять нашу веру. Это приглашает в нашу жизнь положительную, исполненную веру, силу искупления Иисуса Христа. Наш Отец на небесах дал нам средства, помогающие приходить ко Христу и проявлять веру в Его искупление. Когда эти средства становятся основополагающими привычками, они помогают нам самым простым образом обрести покой среди испытаний земной жизни. Сегодня я хочу обсудить четыре из этих средств. Пока я буду говорить, поразмышляйте над тем, как вы используете каждый из них. После этого ищите руководство Господа, чтобы понять, как это можно делать лучше. Первое средство — это молитва. Примите решение часто общаться с вашим Отцом на небесах. Каждый день находите время на то, чтобы делиться с Ним своими мыслями и чувствами. Рассказывайте Ему обо всем, что беспокоит вас. Ему интересны как наиболее важные, так и самые обыденные аспекты вашей жизни. Делитесь с Ним всем многообразием ваших чувств и переживаний. Поскольку Небесный Отец уважает вашу свободу воли, Он никогда не будет заставлять вас молиться Ему. Но если вы будете проявлять свою свободу воли и вовлекать Его в каждый аспект своей повседневной жизни, ваше сердце начнет наполняться всеобъемлющим покоем. Благодаря этому ваши трудности будут освещаться вечным светом. Он поможет вам справляться с трудностями с точки зрения вечности. Родители, помогайте своим детям быть в безопасности, утром и вечером вооружая их силой семейной молитвы. Детей каждый день атакуют похоть, жадность, гордыня и другие пороки, которым нет числа. Вы можете защитить их от негативного влияния мира, укрепив великими благословениями, которые приходят в результате семейной молитвы. Семейная молитва должна быть абсолютным приоритетом в вашей повседневной жизни. Второе средство — это изучение Слова Божьего, содержащегося в Священных Писаниях и словах живущих пророков. Мы говорим с Богом с помощью молитвы. Чаще всего Он отвечает нам через Его записанные слова. Чтобы знать, как звучит Божественный голос и что при этом чувствуешь, изучайте Его слова. Изучайте Священные Писания и размышляйте над прочитанным. Сделайте их неотъемлемой частью своей повседневной жизни. Если вы хотите, чтобы ваши дети распознавали внушение Святого Духа, понимали их и действовали в соответствии с ними, вы должны изучать Священные Писания вместе с ними. Не поддавайтесь лжи сатаны о том, что у вас нет времени для их изучения. Примите решение находить для этого время. Ежедневно насыщаться Словом Божьим важнее сна, учебы, работы, сериалов, видеоигр или социальных сетей. Возможно, вам придется заново расставить свои приоритеты, чтобы найти время для изучения Слова Божьего. Если есть такая необходимость, займитесь этим. Есть множество пророческих обещаний о благословениях ежедневного изучения Священных Писаний. Я добавляю свой голос со следующим обещанием. Если вы каждый день будете посвящать время тому, чтобы лично и с семьей изучать Слово Бога, в вашей жизни будете испытывать покой. Это чувство придет не из окружающего мира, оно будет происходить из глубин вашего дома, вашей семьи и вашего сердца. Покой станет даром Духа. Вы сами станете его источником. И это будет оказывать влияние на окружающих. Вы будете делать кое-что очень важное, чтобы покой мог войти в этот мир. Я не заявляю, что в вашей жизни больше не будет трудностей. Помните, когда Адам и Ева были в саду, у них не было проблем, но в то же время они не могли испытывать счастье, радость и покой. Трудности – важная часть земной жизни. Благодаря ежедневному, регулярному изучению Священных Писаний, вы обретете чувство покоя в этом пребывающем в смятении мире и силу противостоять искушениям. Вы разовьете крепкую веру в Божью благодать и будете знать, что благодаря искуплению Иисуса Христа в угодное Богу время все станет на свои места. Работая над укреплением своей семьи и культивированием чувства покоя, помните третье средство – еженедельный семейный домашний вечер. Будьте осторожны, чтобы не вспоминать о нем лишь в самый последний момент в конце тяжелого рабочего дня. Примите решение, что вечером, в понедельник, вся ваша семья будет дома. Не позволяйте работе, спорту, внешкольным занятиям, домашней работе или чему бы то ни было еще стать более важным, чем то время, которое вы проводите вместе со своей семьей у себя дома. Структура такого вечера не так важна, как проведенное вместе время. Евангелию нужно обучать как в формальной, так и в неформальной обстановке. Пусть этот вечер станет запоминающимся для каждого члена семьи. Семейный домашний вечер – это драгоценное время, когда мы можем делиться свидетельством в безопасной обстановке, учиться таким навыкам, как обучение, планирование и организационные способности. На нем мы можем укреплять наши семейные отношения, развивать семейные традиции, общаться, и, что наиболее важно, веселиться по полной. На последней апрельской генеральной конференции сестра Линда Ривз провозгласила, «Я просто обязана свидетельствовать о благословениях от ежедневного изучения священных писаний, молитвы и еженедельных семейных домашних вечеров. Это помогает снять стресс, придает направление в жизни и помогает еще лучше защитить наши дома». Сестра Ривз очень мудрая женщина, настоятельно призывая вас обрести собственное свидетельство об этих трех крайне важных привычках. Четвертое средство — посещение храма. Все мы знаем, что нет на земле более спокойного места, чем храмы Божьи. Если же у вас нет рекомендаций для посещения храма, сделайте все необходимое, чтобы ее получить. Когда она у вас будет, часто используйте ее. Планируйте свое время так, чтобы регулярно бывать в храме. Не позволяйте никому и ничему мешать вам войти в него. Оказавшись внутри, слушайте слова, произносимые во время совершения таинств. Размышляйте над ними. молитесь о них и старайтесь понять их значение. Храм — одно из наилучших мест, чтобы понять силу искупления Иисуса Христа. Ищите его там. Помните, если вы приходите в храм, чтобы выполнять таинство за членов своей семьи, это приносит еще больше благословений. эти четыре средства основополагающие привычки для того, чтобы укоренить жизнь в силе искупления Иисуса Христа. Помните, что наш спаситель — князь мира. Покой в этой земной жизни приходит благодаря его искупительной жертве. Если мы часто утром и вечером молимся, ежедневно изучаем Священные Писания, еженедельно проводим семейные домашние вечера и регулярно посещаем храм, то деятельно откликаемся на его приглашение прийти к нему. Чем больше мы развиваем эти привычки, тем сильнее сатана хочет навредить нам, но тем слабее его способность сделать это. Благодаря применению этих средств мы проявляем нашу свободу воли и принимаем все дары его искупительной жертвы. Я не подразумеваю, что как только мы начнем выполнять эти вещи, все земные испытания сразу же исчезнут. Мы пришли сюда именно для того, чтобы расти, преодолевая испытания и трудности. Они помогают нам становиться более похожими на нашего Отца на небесах. А благодаря искуплению Иисуса Христа мы сможем их преодолеть. Я свидетельствую, если мы будем с желанием приходить к Нему, то сможем претерпеть любое искушение, любое страдание, любую трудность, с которыми мы сталкиваемся. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисус Христа. Иисус Христа. Продолжение следует...